Итоговое сочинение для 11-ти классников пройдет 2 декабря. Дополнительные сроки сдачи назначены на 3 февраля и 5 мая следующего года. Собеседование по русскому языку для 9-ти классников состоится 10 февраля. Дополнительные даты 10 марта и 17 мая. Зачеты за сочинение и собеседование это обязательные условия допуска государственной итоговой аттестации для школьников. Вышел трейлер фэнтезийного фильма «Питер Пен и Алиса в стране чудес». По сюжету два известных литературных героя являются братом и сестрой. В их семье происходит трагедия, и они вынуждены вместе со старшим братом отправиться в Лондон. Питеру и Алисе придется выбрать между фантазией и реальностью, в результате чего брат окажется в Нитландии, а сестра в стране чудес. Они встретят фею Дин-Динь, безумного шляпника и красную королеву. В фильме снялась известная голливудская актриса Анжелина Джоли. Премьера в России запланирована на 26 ноября. В Москве состоялись соревнования по художественной гимнастике между сборными России и Белоруссии. Его результаты пошли в зачет Кубка страны. Дина Аверина победила в личном многоборье. Она стала первой в упражнениях с мячом и обручем и набрала 104,1 балла. Второе место заняла Арина Аверина. Девушка выступила лучше всех с лентой и булавами, но отстала от сестры на несколько баллов. Сестры Аверины – лидеры сборной России по художественной гимнастике. Всего у Дины 13 золотых медалей мировых первенств, а у Арины 4. Девушки уверяют, что между ними нет никакого соперничества. Главное для них – справиться с собой и со своей программой. Школьница из Уссурийска делает коляски для собак-инвалидов. Кристине Становой 16. После уроков она спешит в мастерскую, где создает устройство для больных песиков из труб, ткани и колес. В зависимости от загрузки в школе, на изготовление одной коляски у девушки уходит от двух дней до недели. Если у собаки отказывают задние лапы, хозяевам приходится выбирать – усыпить питомца или тщательно ухаживать за ним и найти средства для его передвижения. Благодаря Кристине возможен второй вариант. В 2018 году в ее гимназии прошла акция помощи животным. Там девушка увидела образец и решила, что сможет сделать такие же самостоятельно. О добром деле пошли слухи, и теперь у Кристины много заказчиков. Денег за свои работы она не берет. Ей просто нравится помогать животным.